У кого и есть ответы на все вопросы, так это у Джоку. Есть ответы? О, я не был бы настолько уверен. Не представляю, как закончится всё это кино. Это самое дебильное кино. Знал, что игра Magic the Gathering теперь расистская? Я не слежу за Magic the Gathering. Это дурацкая карточная игра, в которую задроты играют. Извините, задроты. И почему она расистская? Я не знаю, просто видел заголовок, что хотят запретить Magic the Gathering, и я подумал, господи боже. Я думал, она вам нравится. Я думал, им нравится Magic the Gathering. Я понятия не имею. Везде ищут проблемы, всё хотят запретить. Удивительно, сколько людей раньше гримировались под блэкфейс. Да, это странная тема. Очень странная. Очень. Причём их по телевидению показывали. Да, много раз. Да, уже в наши дни, в прямом эфире. Джимми Фэнлон, к примеру. Ну, он делал пародию на Криса Рока. Причём раньше часто так делали. В старшей школе мои друзья наряжались в Мистер Ти на Хэллоуин. Всем похер было. Никто не спрашивал, Джимми, что с тобой не так? Все такие, о, значит, ты в Мистер Ти нарядился на Хэллоуин. В этом никто не видел проблему. Очень странный вопрос. Ты можешь загримироваться под белого без проблем. Что это? Так, Magic the Gathering. Карта посеять предрассудки. Это карта заклинания, которая запрещает оппоненту призывать существа от света, отличного от света ваших существ. Чего? Если ты позвал меня поговорить об этом, то мне пора идти. Если мы будем обсуждать Magic the Gathering... Да, для этого я и пришёл. Это лишнее доказательство того, что всё по пизде пошло. Видимо, много ранимых людей развелось. Всё это выглядит как идеальный сценарий. Если бы вам захотелось смоделировать падение общества, то это удалось бы в несколько шагов. Выбрать президента из реалити-шоу, которых всех бесит, за тем, чтобы все либералы расправили крылья и начали активное противоборство. Раскол между правыми и левыми увеличивается, причём ситуация специально накаляется. А затем на сцену выходит вирус, и всех запирают по домам. Да, беспрецедентная ситуация. Закрыть экономику заставит людей не ходить на работу. Если ваш бизнес развалился, будь ты хоть самым работячим, трудолюбивым, дисциплинированным человеком, который всё время проводит на работе, приходит раньше, выгрызает зубами своё место под солнцем, ты всё равно станешь банкротом. Тебе всё равно пизда. А затем начались протесты после смерти Джорджа Флойда. Бум! Будто взрыв пороховой бочки. Ещё нужно понимать, какую роль во всём этом сыграли социальные сети, где СМИ решили, что будут нацелены своими репортажами и заголовками на то, чтобы провоцировать людей, чтобы они наполнялись злобой и руководствовались эмоциями. Будь ты правым или левым, наша цель — быть для людей раздражителем. Ярость постоянно нарастает, если сложить все новости и умножить их на сотни тысяч просмотров. А кроме того, мейнстримные СМИ преследуют те же цели, так ведь? Особо нет разницы в том, как новости освещают мейнстримные СМИ и социальные сети. Всё это эмоциональные СМИ. Главная цель — вывести людей из себя. И это хуже всего. Никто не способен на принятие правильного решения, когда человек руководствуется эмоциями. Я всю жизнь потратил на то, чтобы учить людей не поддаваться эмоциям в напряжённых ситуациях. Почему? Потому что каждый раз это заканчивается плохо. Каждый раз. И тем не менее, наше общество сейчас в них погрязло, в эмоциональных реакциях. Да, из-за социальных сетей, таких как YouTube, где много пользовательского контента, и каждый может выложить видео, теперь все борются за внимание людей. И таким образом мейнстримные СМИ перешли на кликбейтную херню. Будь то статьи в New York Times, раньше они были неприкасаемы. Но теперь они включились в борьбу за социальную справедливость и плодят кликбейты. И есть куча сайтов на 100% кликбейтных. Единственная их цель — привлечь к себе внимание. Я читал одну найдебильнейшую статью. Сложно представить такой дебилизм. Была статья про сериал «Озерк» с заголовком «Озерк закрыли». Я такой, «Бля, чё, серьёзно? Закрыли этот сериал? Он ведь офигенный». Я кликнул на статью, и в ней всю статью описывали, как какой-то мужик не смог найти первый сезон «Озерка», потому что был какой-то сбой. А потом он его нашёл. Вся статья посвящена херне какой-то. Но они меня подловили. И всех так ловят. Они получили твой клик и деньги от рекламодателей, которым они показывают статистику вовлечения аудитории. Вот ещё один пример. На CNN писали про то, как вчера застрелили одного парня в Сан-Бернардино. Латиноамериканца подстрелили в Сан-Бернардино. Такой был заголовок. Заголовок статьи «В Сан-Бернардино полицейские застрелили латиноамериканца». Но они оставили за скобками то, что у этого парня был пистолет, и он стрелял в копов. Он держал пушку. Есть фото этого господина с пушкой. А коп стоял, пригнувшись на коленях за машиной и целился в него. Тот парень стоял напротив заправки. Там были газовые баллоны. Может, он думал, что из-за баллонов в него не будут стрелять, так как они были прямо за ним. Но почему они об этом не сказали? Мужик с пистолетом погиб в перестрелке с полицейскими. Вот верный заголовок. Они «полицейские» подстрелили латиноамериканца. Они открыто разжигают ненависть и провоцируют насилие. Они знают, что это прочтут. Поэтому пишут полицейские и пристрелили латиноамериканца, чтобы люди сказали «Ах, они у ёбки, убийцы, никак не остановятся». А фото, где он с пистолетом, остаётся за кадром. Ты на меня так смотришь, будто я сейчас скажу нечто мудрое. Мне нечего сказать. Потому что ты совершенно прав. Зачем они выставили такой заголовок? Чтобы взбесить людей. Если кто-то реально прочтёт новость, то он скажет «Смотрите-ка, полицейские тут всё сделали правильно. Остановились злодея, который мог взорвать всю заправку и убить ни в чём непобильных людей». Но очевидно, не за этим они гонятся. Они могли развернуть заголовок в другую сторону. Написать о героическом поступке полицейских, столкнувшихся со стрелком. Они устранили его перед тем, как он сумел бы совершить террористический акт. Об этом приятно было бы почитать. Но такое уже не увидишь. Сейчас уже нет. Это заденет не так много людей. Сейчас, если твоя жена пишет в Твиттере «Все жизни важны», тебя могут уволить. Уже не обязательно тебе это делать. Все жизни важны. Представь такие времена, когда фраза «Все жизни важны» настолько провокационна, что тебя за неё могут уволить. Это с каким-то футболистом произошло вроде? Да, жена футболиста что-то подобное написала в Твиттере. Да. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски Академии Джо Рогана. Также вы можете поддержать канал рублем. Это помогает делать видео по будням каждую неделю, а также переводить получасовые выпуски. Ссылки на донат в описании.